В третьем томе «Поисков утраченного времени» романе «Сторона германтов» есть такой эпизод. Герцог Германский возмущается картиной Эльстира «Пучок спаржи». «Сван имел нахальство предложить нам приобрести ее», — говорит он. «Пучок этот даже пробыл у нас несколько дней. На картине ничего нет, кроме пучка спаржи, точно такой, какую вы сейчас едите». «Но я не стал есть спаржу господина Эльстира», — продолжает герцог. «Он запросил за нее 300 франков. 300 франков за пучок спаржи. Красная яйца на Луидор даже в начале сезона». Весь этот комичный пассаж намекает не только на не самый изящный вкус герцога, но и на действительно существовавшую картину «Пучок спаржи», написанную в 1880 году Эдуардом Мане. Коллекционер искусства и по совместительству тезка Шарля Сванна Шарль Эфрусси предложил Мане купить эту картину. Узнав, что цена составляет всего 800 франков, Эфрусси щедро выписал чек на тысячу и отправил его Мане. Тот же, получив больше, чем запрашивал, решил вернуть Эфрусси разницу в натуральном продукте и создал картину, хранящуюся сегодня в музее Орсе, с одиноким стебельком спаржи. Ее он отправил Эфрусси с очаровательной запиской. «Этот стебелек спаржи должно быть выпал из вашего пучка. Возвращаю его вам». Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армены Федор и Пруст Проект, в рамках которого мы говорим о каждом из семи томов великого романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Или книги в огромной массе типов, положений, образов, фраз которой попадаются вещи тонкие, прочувствованные, прекрасные, но вместе с тем ее читатель просто не может примириться с духом невыносимого снобизма и лакейского низкопоклонства перед аристократией, которым прежде всего набит пухлый роман. Как писал о нем почти сто лет назад в «Красной газете» красный просветитель Анатолий Луначарский. Сегодня нас ждет уже шестая лекция Пруст Проекта, посвященная третьему тому поисков «Ле Коте де Германт» — «Сторона германтов», «Германска сторона» — «У германтов» или просто «Германт», в зависимости от того, в каком переводе вы читаете. А все предыдущие наши лекции о Прусте аккуратно собраны на нашем YouTube-канале в одноименном плейлисте. Третья часть цикла полна событиями и героями. Это одна из самых динамичных и насыщенных книг Пруста. Впервые она была опубликована в 1920-21 годах в Nouvelle Revue Francaise в двух частях. Эту дихотомию мы решили продолжить в нашей сегодняшней лекции, применив к третьему тому поисков структуралистский подход. В частности, нам показалось оправданным и небезынтересным посмотреть на третий том через призму бинарных оппозиций, из которых он складывается. Бинарная оппозиция – это концепция, которая позволяет нам рассмотреть два понятия, образующих противопоставленную пару. Внешнее и внутреннее, мертвое и живое, сила и слабость и так далее. А поскольку точками отсчета становятся в таком случае крайние состояния, то такая пара содержит в себе всю полноту дискурса. Так что главные темы третьей части поисков, которые нам хотелось сегодня затронуть, мы разбили на пять пар бинарных оппозиций. Последовательно поговорив о каждой из них, мы, я надеюсь, составим достаточное представление об этой книге, ее сюжетных линиях и смыслах. И первая же такая пара сразу забросит нас в пучину этого текста. Я и другой. Действия германтов разворачиваются в Париже и Донсьере, где-то между осенью 1897 и летом 99 годов. Эта эпоха в истории Франции известна прежде всего глубоким расколом французского общества. Процессом преткновения по делу офицера генерального штаба Альфреда Дрейфуса. Дрейфус, французский капитан, еврей по происхождению родом из Эльзаса, был обвинен в шпионаже в пользу Германии, разжалован военным судом и приговорен к пожизненной ссылке на острове Дьявола в Атлантическом океане. Сомнения в справедливости этого приговора. Как покажет история, весьма обоснованная, поскольку Дрейфус был невиновен, а обвинение строилось на сфальсифицированных документах. Так вот, сомнения появились сразу же после оглашения вердикта, еще в 1894 году. Высшие же точки накал страстей вокруг дела Дрейфуса достигает к началу 98-го, то есть как раз во время действия романа Пруста. Именно тогда писатель Эмиль Золя публикует на первой странице газеты Аврора свое знаменитое послание президенту республики под заголовком «Я обвиняю». Пожалуй, самое известное высказывание в пользу Дрейфуса и его невиновности. В обществе происходит окончательный раскол на дрифусаров, тех, кто требует пересмотра несправедливого приговора, и антидрифусаров, охранителей, которые защищают честь армии. Непонятно, впрочем, почему честь армии должна была заключаться именно в антисемитизме, махровом национализме, лжи и фальсификации вещественных доказательств, но в какие времена и какую армию останавливали такие мелочи, когда речь заходила о ее чести. Раскол этот, а главное его накал, лучше всего характеризует карикатура того же 98-го года. Вот большая дружная семья в сборе за одним столом готовится ужинать. А вот они уже вцепляются друг другу в волосы и пытаются заколоть друг друга вилками, так что достается даже комнатной собачке. И подпись. Они заговорили о деле Дрейфуса. Марсель Пруст, разумеется, не мог оставаться в стороне. Дело Дрейфуса интересовало и занимало его, особенно в том самом 98-м году. Дрейфусарами, то есть людьми, защищавшими невиновность Дрейфуса, были многие его одноклассники. Те, с кем он учился в лицее Кондорсе, например, Жак Бизея и Даниэль Галеви. В несправедливости приговора была уверена и мадам Стросс, хозяйка одного из главных салонов Сен-Жерменского предместия, частым посетителем которого был Марсель Пруст. Вся семья Пруста также придерживалась Дрейфусарских взглядов, кроме отца, с которым из-за этого, по воспоминаниям экономки Пруста-Селесты Альбаре, Марсель какое-то время даже не разговаривал. А в какой-то момент от простого сочувствия обычно отстраненный Пруст перейдет к действию и станет собирать подписи под петицией с требованием пересмотреть приговор и отпустить Дрейфуса на свободу. Когда же петицию опубликуют, причем должно быть в силу какой-то ошибки без подписи самого Марселя, то он напишет в редакцию и попросит это исправить. Свою позицию он объяснит знаменитой репликой. Конечно, мое имя ничего не добавит к списку, объединившему таких известных личностей, но зато присутствие в этом списке добавит что-то важное к моему имени. Все эти события, не прямо, но в измененном художественном разрезе, найдут свое отражение в романе, а линия противостояния Дрейфусары и Анти-Дрейфусары станет одним из главных мотивов третьего тома. Однако, обратите внимание, какую именно бинарную оппозицию мы выбрали для этой главы. Казалось бы, в деле Дрейфуса речь должна идти о преступлении и наказании, или вине и невиновности. Но мне представляется, что центральное противопоставление здесь иное, то самое, что месье Мерсо увидит через несколько десятилетий на Алжирском пляже. Я и другой. Заметьте, в спорах о деле Дрейфуса вместо обсуждения реальных доказательств вины или невиновности на первый план постоянно выходит обсуждение его национальности. Казалось бы, в центре этого конфликта дело Дрейфуса. Но, приглядевшись внимательно, понимаешь, собственно, дело все время находится где-то на периферии. И в гостинах Парижа, равно как и в кухнях, поскольку лакеи спорят о том же, о чем и господа, говорят в основном о теле Дрейфуса, о его личности, внешности, а прежде всего его еврейском происхождении. И на утверждение «он невиновен» часть французского общества, милитаристская и антисемитская, отвечает «но он еврей». Это позволяет им как бы снимать вопрос об установлении вины. Дрейфус принадлежит к племени других. И одного этого достаточно для обвинительного приговора. У Франца Кавки в исправительной колонии был персонаж, который говорил, вынося приговор, я придерживаюсь правила, виновность всегда несомненна. Именно это мы видим со стороны большинства анти-дрейфусаров по отношению к другому Дрейфусу. Ярче всего этот принцип показан на примере герцогини германской, которая одновременно и верит в невиновность Дрейфуса, некую, знаете, его второстепенную невиновность, невиновность перед законом и является анти-дрейфусаркой, причем сама не видит в этом никакого противоречия. Иными словами, инаковость Дрейфуса позволяет Прусту вывести на первый план проблему антисемитизма, причем показав ее под разными углами. Это ишовинизм воинствующий, как у госпожи Вердюрен, утверждающий, что раз человек стоит за Дрейфуса, значит он точно еврей. Ишовинизм ироничный, как у герцогини германской. Я не могу смотреть на его дело с точки зрения евреев по той простой причине, что я их совсем не знаю и надеюсь и впредь оставаться в блаженном неведении. Ишовинизм, быть может, самый страшный, расчеловечивающий, даже отказывающий Дрейфусу в самой возможности совершить государственную измену. Его проявляет барон де Шарлюз, говоря о французском капитане, офицере французского генерального штаба, служившем своей стране, следующее. Кажется, газеты пишут о Дрейфусе, что он совершил преступление против Отечества, но преступления тут нет. Он совершил бы преступление против Отечества, если бы предал Иудею, но какое отношение имеет он к Франции? Вашего Дрейфуса скорее можно было бы осудить за нарушение правил гостеприимства. Одной из черт пары понятий в рамках бинарной оппозиции должна быть их взаимоисключаемость, как Свет и Тьма, например. Обратите внимание, как ровно об этой взаимоисключаемости говорит де Шарлюз. Дрейфус еврей, он другой. Так что он по определению не может быть предателем, ибо чтобы быть предателем, надо сначала быть французом, быть таким, как я. А для него это недоступно и не может быть доступно. Характерно, что эти пещерные, дикие, варварские, все еще очень популярные среди племени людей и в 21 веке взгляды, Пруст вкладывает не только в сердца героям, к которым он относится с некоторой неприязнью. Ничего удивительного в том, что, например, Брешо и госпожа Вердюрен антидрифусары нет, но и герои, которые в большей или меньшей степени Прусту симпатичны, например, та же самая герцогиня Германская или де Шарлюз, тоже не застрахованы от зла. В отвратительной сцене с евреем Блоком, приятелем Марселя, которого выпроваживают с приема у маркизы де Вильпаризи, даже не подавая ему руки на прощание, чтобы он больше не приходил туда. Слишком много соучастников, чтобы всех их просто назвать отрицательными персонажами. Нет, Пруст показывает их, да нет, не их, а нашу уязвимость. Уязвимость любой человеческой души перед бациллой национализма и ксенофобии. Ненавидеть людей только за длинные волосы, за длинные носы, за большие глаза, за театральные порывистые жесты, это просто смешно, напишет в третьем томе Пруст. Но, к сожалению, это не до конца правда. Это не просто смешно, это еще и страшно. И, между прочим, опасно думать, что мы со своими волосами, носами, глазами и жестами можем быть только жертвой. Конечно, нет. Уильям Голдинг, создатель Повелителя Мух, комментируя свой опыт на полях Второй мировой войны, где он сражался в рядах британской армии с нацистской Германией, говорил, «Я достаточно повидал и достаточно передумал, чтобы понимать, буквально каждый мог бы стать нацистом. Они такие же люди, как и мы, но в иных обстоятельствах». Этой проблемы касается и Пруст, показывая, как равномерно вирус шовинизма раскалывает французское общество, выбирая не исключительно худших, а просто тех, кто оказался в одной комнате с зараженными или у кого в силу природных склонностей более слабый иммунитет. Раскол этот проходит и по семье Сванов. Одетта становится ярой антидрейфусаркой, что позволяет ей завязывать полезные знакомства и, наконец-то, быть принятой в тех местах, куда иначе ее бы и на порог не пустили. Насчет таких людей, поднимающихся на волне общенациональной ненависти, иронизирует даже герцогиня германская. Мне противно, что нам навязывают не весь сколько всяких там дюран или дюбуа, только потому, что эти самые дюран и дюбуа ничего не покупают в еврейских магазинах и ходят под зонтиками с надписью «Смерть евреям». Что же до Свана, то для него дело Дрейфуса становится переломным. Помните, еще в Комбре мы цитировали этот вопрос рассказчика о Сванне, для какой другой жизни приберегает он возможность высказать наконец серьезно, что он думает о том и об этом, изложить такие мнения, которые можно не брать в кавычки. И отмечали, что ответ на этот вопрос существует, что серьезного Шарля Свана мы, к сожалению, еще увидим. Что же, вот теперь это и происходит. Дело Дрейфуса, та позорная реакция значительной части французского общества, обвинившего французского офицера в самом страшном из прегрешений, что он не был настоящим французом, что он был евреем, произвела в Сване резкий сдвиг, настоящий переворот. Ко всему, чем он восторгался и отчего ему было тошно он прилагал, теперь новое мерило Дрейфусарства. И вот уже Сван совершенно искренне говорит Марселю, рассказчику, все германты антидрейфусары, потому что в глубине души они все антисемиты. Он знал, пишет Пруст, что некоторые германты не антисемиты, хорошие германты, если позволите, но, как всякий ярый сторонник каких-либо взглядов, он предпочитал объяснять противоположную позицию, занимаемую другими предвзятостью мысли, предрассудком, с которым нельзя бороться, а не воззрениями, против которых можно спорить. Словом, с одной стороны, германты и симпатии Пруста весьма ясны, они на стороне справедливости, на стороне закона и гуманизма. Но с другой, Пруст показывает, что люди, даже разделяющие полностью или частично те же самые идеалы, сами по себе никогда не идеальны. Люди, не абстрактные идеи, но сложные, сотканные из противоречий, люди. Люди настенные, люди напольные, люди тонковенные, люди многоугольные, ничем никогда не довольные, люди больные и больные, больные, больные. Самым же наглядным доказательством того, что не все германты-антисемиты является блестящий молодой человек из этой семьи, маркиз де Сен-Лу. Но и он, в свою очередь, далеко не идеален, ибо прозорливость в отношении дела Дрейфуса сочетается в нем с пугающей слепотой по части других вопросов. Или не слепотой. Однако об этом мы поговорим уже в рамках следующей бинарной оппозиции внутреннего и внешнего. В своих лекциях о Прусте философ Мерапма Мардашвили обращал особое внимание на эпизод с Рашелью или Рахилью, подругой Сен-Лу, которую Марсель узнал еще во втором томе, но не как подругу Сен-Лу, а как работницу дома свиданий. Рассказчик прозвал ее «Рахиль, ты мне дана» или «Рашель, когда господь» или «Рахилю, ты ведь бога» в зависимости от того, в каком переводе вы читаете роман, либо же «Рашель, кон дю сеньер», если вы читаете в оригинале. По первой строчке Арии из оперы Голеви. Так вот, для рассказчика Марселя эта самая Рахиль падшая женщина. Падшая женщина из дома свиданий с самого последнего разряда, куда привел его однажды Блок. В первый же вечер я услышал, что, уходя, она сказала хозяйке, пишет Пруст. Стало быть, мы уговорились, завтра я свободна, а если кто придет, не забудьте за мной прислать. После этого, продолжает рассказчик, я уже не мог смотреть на нее как на личность. Я тут же причислил ее к категории женщин, которые каждый вечер являются сюда в надежде заработать от 20 до 40 франков. Итак, есть вот эта первая женщина. Назовем ее Рахиль. Здесь, между прочим, нам очень на руку вот эта двойственность имен, возникающая в переводах. А есть вторая, совершенно иная женщина. Та, в которую влюблен маркиз Робер де Сенлу. Назовем эту женщину Рашель. Он рассказывает о ней Марселю с неправдоподобными нежностью и лаской. Он не может сносить ее молчание. Для него нет большей пытки, чем молчание столь любимого человека. Он боится, что ссора их окончательно, что она бросит его и никогда не вернется, что она уедет в Индию. И как же тогда жить? Словом, он любит ее так страстно, что готов отдать за нее жизнь. И вот он знакомит ее с Марселем. Это Рашель, говорит он. Будьте знакомы. Очень приятно и очень удивительно. Потому что тут мы все рассказчик, пруст, читатели обнаруживаем, что не было никаких Рахили и Рашели, что это одна и та же женщина. Рашель ты мне дана, Рахиль, когда Господь. Что один плюс один в этом уравнении равняется одному. Недоступная в мире Сен-Лу, но доступная каждому, у кого найдется двадцать франков в мире Марселя. Роковая и манящая для одного, безинтересная и жалкая для другого. Одному этому эпизоду Мерап Мамардашвили посвятил целую лекцию, если не цикл лекций, ибо здесь с его точки зрения кроется одна из главных мыслей Пруста. Мы пришли к одной и той же женщине, к Рахиле, но мы пришли к ней по противоположным дорогам, со стороны Марселя и со стороны Сен-Лу, если хотите. И так как мы пришли к одному и тому же человеку двумя разными дорогами, то для нас это два совершенно разных человека. Более того, Мамардашвили идет еще дальше и проводит здесь параллель между этим неведением Сен-Лу относительно Рашели и неведением Эдипа. Эдип уже спит со своей матерью и уже убил своего отца, говорит Мамардашвили, хотя не знает об этом. Но истина уже установилась, вот только собрать ее трудно. Она может располагаться в доступных или в недоступных для тебя местах и нужно пройти эти места, они не видны, ведь Эдип видит женщину, с которой спит. Она его мать, но он не видит ее как мать, он видит жену. Или он видит путника, которого убивает, но не видит отца. Так и Сен-Лу влюбляется не в Рахили с дома свиданий, но в невероятную пылкую актрису Рошель. Марсель узнает ее через постель, то есть не лично, но видит, как другие узнают ее через постель и двадцатифранковую купюру, и для него эта сцена из площадного театра. Сен-Лу же узнает ее со сцены театра, и для него чем-то волшебным и почти недоступным становится он давал более миллиона, пишет Пруст, чтобы иметь то, что мне, как и другим, предлагалось за двадцать франков. Итак, центральная бинарная позиция, которую мы можем здесь проследить, это оппозиция изнутри и снаружи. И заключается она вот в чем. Взгляд на Рошель и взгляд на Рахиль, взгляд на актрису из любви сен-Лу и нападшую женщину снаружи этой любви это два разных взгляда, противоположных и взаимоисключающих. Эти взгляды создают два разных явления, двух разных людей, две разные реальности. Одну из них думает Марсель, вторую думает сен-Лу. И было бы очень наивно полагать, что мы можем изменить это, рассказав сен-Лу некую правду о Рахиле, предложив ему свой взгляд. Противопоставление восприятий внутреннего и внешнего здесь в том и заключается, что путем знания мы ничего не сможем изменить. Что бы сен-Лу не узнал от нас о Рашеле, это не изменило бы той дороге, к которой он пришел к ней, на которой Рахиль явилась ему в том ореоле недоступной красоты, которую он впервые увидел. Ибо в область, которая не рождена фактами, факты не проникают. Факты, писал Пруст еще в первом томе, могут навязывать вере самые упорные разоблачения, ничуть ее при этом не ослабляя. Думаю, что сейчас, в 2020 любом году, многие-многие наши зрители с этим прискорбно, но охотно согласятся. Фактам очень затруднительно проникнуть в мир, где живет наша вера, не из фактов она родилась, не фактом ее и разрушить. Владимир Набоков еще дома Мардашвили отмечал в творчестве Пруста то же самое на примере других героев. «Пруста живо занимает, писал он, насколько разным один и тот же человек воспринимается другими людьми. Для семьи Марселя Сван всего лишь сын Маклера, а для германтов обворожительная и романтическая фигура парижского света». По всей мерцающей книге разбросано множество других примеров переменчивости в оценке человеческих отношений. Такова, например, судьба композитора Вентейля, или вот теперь Рахиль. Мамардашвили сравнивал это мерцание, о котором пишет Набоков, с оптикой Шута, всегда умеющего посмотреть на предметы новым взглядом, иным образом. При этом нужно отметить кое-что еще. Нам с вами, как читателям, будто бы кажется, что мы-то знаем некую правду о Рахиле. Обратите внимание, нам с вами доверительным голосом рассказчика предлагается просто занять его позицию, позицию снаружи, ни секунды в ней не сомневаться, и разделить взгляд Марселя, после чего вместе с ним иронически улыбаться взгляду Сен-Лу. Но не ходите в кулемку, это ловушка. Ибо пока мы будем иронически улыбаться взглядом Сен-Лу, кто-то извне будет улыбаться нашим. Будучи относительно какой-то ситуации снаружи, мы должны хотя бы отдавать себе отчет в том, что в сотнях других ситуаций мы внутри. И, глядя на Рахиль видим Рошель и готовы защищать ее и потратить миллион на то, что иной получит за 20 франков. Об этих собственных ограничениях напоминает нам текст Пруста, и их важно иметь в виду, ибо, учитывая их, вероятность впасть в грех категоричности пусть немного, но все-таки ниже. А если уж вам обязательно захочется грустно улыбнуться чему-нибудь, что говорит Сен-Лу, то пусть это лучше будут его рассуждения о грядущей войне. Здесь нужно сделать некоторое отступление. Сен-Лу в целом проявляет себя в третьем томе как близкий и заботливый друг рассказчика. Вспомните, как тепло он принимает Марселя у себя в Донсьере, как подыгрывает ему в большой компании, чтобы его друзья полюбили Марселя. И все его заблуждения насчет Рахили. Если мы, конечно, даем рассказчику убедить нас в своей оптике и воспринимаем их как заблуждения, не стоит, на мой взгляд, одного единственного эпизода. Помните, когда Марсель с Сен-Лу идут в ресторан, чем-то очень напоминающий приют-извозчика из 16 главы Улиса, где тоже посетители травят завиральные байки в духе незабвенного капитана Мерфи. А еще я видел, как крокодил откусил лапу у якоря все одно, что я эту жвачку. Так вот, обратите внимание на трогательный эпизод этого несколько карикатурного вечера, в котором Сен-Лу уходит за плащом для Марселя, чтобы тот не замерз. И как он после к нему пробирается, чтобы заботливо его укрыть. Словом, оговорившись, что именно этот эпизод, вместе с некоторыми другими донсьерскими сценами беспокойств Сен-Лу о своем друге Марселя является, с моей точки зрения, наиболее показательным, все же упомянем и ту ситуацию, в которой шутливо печальный тон вызывают у нас уже замечания не хозяина трактира, козьей шкуры, но самого Сен-Лу. Прежде всего, конечно, это его рассуждение о грядущих войнах. Артиллерия превращается в столь грозную силу, говорит он, что войны будущего, если только они вспыхнут, будут такими короткими, что прежде, чем противники чему-нибудь научатся, мир будет заключен. Это звучит, разумеется, как жестокая насмешка, даже издевательство, поскольку Марсель Пруст, уже переживший к моменту публикации этого текста чудовищную, затяжную Первую мировую войну, вкладывает эту реплику в уста героя за полтора десятилетия до 1914. Пруст показывает, как наивны были эти представления тогда, как беспочвенно оптимистичны и как горьки они теперь. Высшей же точкой развития этого мотива становится такая реплика Сен-Лу. Ты только подумай, какая чушь современная война. Она была бы более катастрофичной, чем потоп или гибель богов. Разница та, что она не затянулась бы надолго. И ужас этого утверждения в том, что эта современная война, такая же двуликая, как Рахиль и Рашель, действительно более катастрофична, чем потоп. Вот только потоп длился несколько недель, а война продлится несколько лет. Такие грозные предзнаменования тут и там разбросаны по тексту Пруста. Так что от романа к роману мы будем видеть, как война подступает к его книге и ее героям, как неизбежно она собирается вдали, подобно грозовой туче. А потом в более поздних книгах мы увидим и то, как и чем она прольется. От темы войны, пока только заявленной, но еще не раскрытой, перейдем к тесно с ней связанной теме смерти, которая весьма занимала Пруста, а вместе с ней и к следующей бинарной оппозиции третьего тома живого и мертвого. Исследователи давно заметили, что в семи книжей Пруста нет ни одного описания рождения, появления на свет, воскресения чур не считать, в то время как смертей достаточно, более или менее подробно описанных. В третьем томе эта тема из области теоретической ночных бальбекских размышлений Марселя окончательно переходит в область практики. Смерть бабушки Марселя, ее протяженное мучительное умирание, это одни из самых тяжелых и вместе с тем важных страниц романа. Пруст заранее подготавливает этот эпизод, пользуясь своей излюбленной техникой прелиминариями, которые предвосхищают предстоящие события, подводят к ним читателя, отчего столкновение с ними становится только чувствительней. Именно поэтому так важен эпизод в Донсьере, когда Марсель созванивается с бабушкой. Помните, Сен-Лу организует для него этот звонок и Марсель в трубке телефонного аппарата впервые за долгое время слышит ее голос. Это голос оторванный от протитуры ее лица, от внимательных любящих глаз, голос ласковый, но очень одинокий, словно бабушку, подготавливая к последнему странствию, уже расщепили на отдельные составляющие и этот голос существует теперь вне связи со всем прочим в ней. Марсель впервые замечает, что этот голос натреснут от житейских невзгод. Хрупкой и ласковой, казалось, он вот-вот разобьется. И тут вновь, словно подготавливая и нас, и Марселя к потере, которая будто бы еще только предстоит, но в действительности уже свершается, потому что смерть у Пруста не наступает после жизни, но всегда участвует в ней, их рассоединяют. И Марсель кричит теперь в глухую молчаливую трубку. Бабушка! Бабушка! Но она не слышит. Мы не находились друг против друга, мы перестали быть слышны друг другу. Я взывал к ней в ночь, наугад, чувствуя, что ее зов где-то теряется. Я дрожал от волнения, какое охватило меня, маленького, давным-давно, когда я потерял ее в толпе. Волнение не столько от того, что я ее не найду, сколько при мысли, что она меня ищет, что она наверное думает, что я ее ищу. Мне представлялось, что эта дорогая тень, которую я потерял в сонме других теней, и один, стоя перед аппаратом, я тщетно повторял «Бабушка! Бабушка!» Так, Орфей, оставшись один, повторял имя умершей. Словно в сонате Вентейля, чья музыка поднималась и заново раскрывалась на каждом новом витке. Пруст продолжает эту мелодию странной, несколько даже мистической и потусторонней сценой с двойником. За Марселем внезапно приходят и сообщают ему, что его вызывают на телефонную станцию. Звонок междугородний, так что Марсель мчится к этой желанной телефонной трубке. Он уверен, что это бабушка, что теперь она услышит. И до известной степени он прав. Это действительно бабушка, которая хочет поговорить со своим внуком. Вот только из параллельной вселенной. Это другая бабушка, с сильным английским акцентом и обращающаяся к Марселю на «вы». И своим голосом она разыскивает другого внука, чья фамилия была очень похожа на фамилию Марселя и который остановился в той же самой гостинице. Так вводится тема двойника, как известно, тесно переплетенная с темой смерти. Вспомните, в набоковском отчаянии Герман Карлович, встречая человека, которого он принимает за своего двойника, сразу думает именно об их посмертном сходстве. «Этот человек, пишет набоков, особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа». Я говорю «трупа» только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль. У нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности. А смерть — это покой лица, художественное его совершенство. Жизнь только портила мне двойника». Жизнь вообще словно несовместима с этой концепцией, и если появляется двойник, то должна возникнуть и смерть, чтобы из двух возможных вариантов продолжения сюжета был выбран какой-то один. Так-то, мистер Фаулс. Это происходит упрусто. Сталкиваясь с мистической парой двойников, бабушкой и внуком в Донсьере, Марсель понимает, что не может больше находиться вдали от своей бабушки и едет в Париж. Но, к сожалению, двойник-предвестник смерти проник уже и сюда. От него теперь нигде не спрятаться. И Марсель, вбегая в комнату, чтобы обнять свою бабушку, ту самую, чей голос он так недавно слышал, видит на кровати рыхлую, ничем не примечательную, больную, задумавшуюся, бродившую поверх книги слегка безумными глазами, удрученную, незнакомую старуху. «Так происходит, объясняет, как жестокая игра случая препятствует нашей любви подоспеть вовремя и утаить от нашего взора то, что он ни в коем случае не должен видеть. Ибо если взор опередит любовь, то покажет нам вместо любимого человека, которого давно уже нет на свете и чью кончину именно эта любовь усиленно старалась от нас скрыть другого человека, которому она по сто раз в день придавала драгоценное для нас, но обманчивое сходство». Любовь не поспевает, двойник развоплощается и за лицом любимой бабушки Марсель видит смерть. Он еще этого не понимает и не принимает, но Аннушка уже разлила масло, а телефонистка перепутала его фамилию. И вскоре в знаменитой сцене на Елисейских полях во время вымученной прогулки с бабушкой случится удар. И последует эта трагическая и горькая сцена протяжного умирания, ухода бабушки в тот мир, где она уже отчасти оказалась, билеты куплены, багаж упакован и просто на перроне возникает какая-то задержка, поезда приходится ждать и ожидание это не менее мучительно, чем разлука, которой оно закончится. Апатия сменяется у бабушки возбуждением, она то и дело порывается встать, а ее удерживают. Доктор Катар предательски применяет пиявок и несчастная бабушка становится похожа теперь на медузу, в чьих волосах извиваются черные змейки. Пруст в этих страшных, великих сценах, препарируя само умирание, ставит вопрос, где та точка, в которой человек покидает нас? Когда в самом деле он умирает? И как воспринимать его в пограничном состоянии, если смерть забрала уже часть человека, но ведь что-то забрать не успела? Вот какое-то иное существо, какое-то животное, украсившееся бабушкиными волосами и улегшееся на ее место, стонет и изгибается дугой на кровати. Оно не видит нас и не узнает. Но вот ведь нос у нее тот же самый, это бабушкин нос, и родинка на лице бабушкина, и рука. Вот только если раньше эта рука срывала таким же точно движением одеяло, и это означало, что одеяло ей мешает, то теперь рука та же самая, движение то же самое, однако означаемого нет. Это движение теперь ничего не значит. Но если на кровати корчится животное, спрашивает себя Марсель, то где же бабушка? И там, и здесь. И ей должно быть что-то известно о двойственности своего состояния, потому что однажды, когда на время ее оставляют одну, она добирается до окна и пытается его распахнуть с ясным намерением. И Марсель вспоминает Бальбекское лето, и как однажды там спасли пытавшуюся утопиться вдову, и как бабушка сказала, что самая большая жестокость это вырвать дошедшую до полного отчаяния женщину из рук желанной смерти и снова обречь ее на страдания. А теперь это именно то, что проделывают с бабушкой близкие, не от жестокости, но как раз от любви, от того, как они понимают любовь. Марсель Пруст, если позволите, сначала выводит в третьем томе на первый план бинарную оппозицию жизни и смерти, живого и мертвого, а затем разрушает ее. Мертвое это часть живого, просто мы об этом еще не знаем. Живое часть мертвого, оно сохраняется в нашей памяти подобно фотоальбому или граммофонным записям. Смерть наступает не после жизни, она активно участвует в жизни. Смерть наступает вскоре после вкусного завтрака и приятной прогулки, на которую выезжают люди, хорошо себя чувствующие. Мы часто говорим, пишет Пруст, что никто не знает, когда придет смерть, но час смерти видится нам где-то далеко и как бы в тумане. Мы не думаем, что он имеет какое-то отношение к уже наступившему дню и что смерть или первый ее натиск может произойти нынче же, во второй половине дня, в благополучии которой мы почти совершенно уверены, в той части дня, все часы которой мы уже распределили. Мы намечаем какое пальто лучше надеть, какого извозчика нанять. Вот мы в экипаже, весь день у нас перед глазами, но только короткий, потому что нам нужно вовремя успеть, вовремя вернуться, нас должна навестить наша приятельница. Нам хочется, чтобы и завтра была такая же хорошая погода, и мы далеки от мысли, что смерть, которая движется внутри нас в какой-то иной плоскости, среди непроглядного мрака, выбрала именно этот день, чтобы выйти на сцену несколько минут спустя, почти в тот миг, когда экипаж подъедет к Елисейским полям. Марсель Пруста очень тяжело переживал смерть своей матери, Жанны Вейль. Долго болел, провел много месяцев в клиниках и санаториях, не мог смириться с потерей ее голоса, ее лица, ее поцелуя. Именно мама Пруста во многом была прототипом бабушке-героя, но рассказчик в романе, как мы видим, должно быть в силу возраста, ведет себя иначе. Кажется, что смерть бабушки, ее умирание, поражая его своим ужасом, становится впечатлением настолько сильным, что осознание произошедшего не приходит. Или, быть может, оно просто придет позже? Так или иначе, но Марсель отдает ей свой последний поцелуй. Он целует ее руку. В этом поцелуе прощание. Прощание несовершенное и вынужденное, ибо человеку все-таки пока что не хватает некоторых важных органов, и, в частности, говорит Марсель, у человека нет органа, который необходим для поцелуя. Отсутствующий этот орган он заменяет губами. Губы касаются бабушкиной руки. Бабушка умирает. Кажется, что ее уста складываются наконец в улыбку, и жизнь уходит, унося с собой свои разочарования. А бабушка остается в смерти, в покое лица, в художественном его совершенстве, в обличии молодой девушки, которой родители только выбирают еще супруга. Теперь она спокойна. А смерть, словно отражая осень, рассыпающуюся за окном, заканчивается новой жизнью. И Марсель, прислушиваясь к вою ветра в трубе камина, слышит неумолимый зов таинственного рока и ощущает себя зябким Адамом, ищущим в этом новом, таком еще молодом мире свою Еву. И снова, приступая к очередной бинарной позиции третьего тома, за отправную точку мы возьмем высказывание Мумардашвили, который обращал особое внимание и на другой эпизод этой книги. А именно, на ту ситуацию невесомости Марселя между Альбертиной, которая его так тянула, пока он не добился ее расположения, и госпожой Дестер-Марья, которая его начинает тянуть теперь. Но и это лишь до поры. Текст для Пруста, говорил Мумардашвили, это способ распутать узлы собственной жизни. Понять, как сцепилось то, что привело меня туда, где я теперь оказался. На свидании, которого я так хотел и на котором мне вдруг стало так скучно, что захотелось оттуда уйти. Одна из центральных бинарных оппозиций третьего тома и определенно центральная в случае Марселя, это оппозиция желанного и доступного. Мы расшифруем это чуть позже, а пока вспомним такой эпизод. Наш милый Марсель собирается пойти на свидание с госпожой Дестер-Марья. Он жаждал этого свидания, добивался его, готовился к нему, но лишь до определенного момента. Теперь же, когда вечер с ней приближается, когда из категории желанного он переходит в категорию доступного, даже неизбежного, Марселю, конечно, не хочется туда идти. И вот он гремыко моет руки и думает о том, что увидеть госпожу Дестер-Марья, теперь, когда он волей-неволей должен провести с ней вечер, это уже не то. И Марсель предпочел бы, чтобы этот вечер был свободен. О, каким наполненным можно было бы тогда его сделать? Тем более, завтра приезжают родители, и это последний такой вольный вечер перед их возвращением. И вот в разгаре этих размышлений раздается звонок. Гремыко Марсель бросается в переднюю и отворяет извозчику, но вместо «дама внизу» или «дама ждет вас», извозчик почему-то протягивает Марселю письмо. Что же, давайте ровно в этом месте, вот в этом положении с письмом в руках, оставим Марселя на время и попробуем понять, как он вообще здесь оказался? В ожидании такого желанного, но уже спасибо не надо, свидания с госпожой Дестер-Марья. Что произошло в его жизни между этим письмом и нашей последней встречей во втором томе, когда он уезжал из Бальбека? Во-первых, в его жизни сохраняется творческий вакуум. Он все еще не пишет, продолжая являть собой, как сам он это называет, не более чем орудие привычек. Привычки не работать, привычки не ложиться в постель, не спать, и каждая во что бы то ни стало должна была настоять на своем. Но предположим, что иногда Марсель все-таки ложился в постель и спал, а вот с работой не задалось совсем. Однако, что интересно, не писал он и раньше, но теперь его внутренний голос из будущего, тот Марсель, что пишет сейчас его историю, пишет, судя по всему, сильно позже описываемых событий, начинает все чаще обращать на это наше с вами внимание. Продолжая зловещую двойственность, здесь словно вырастают и сталкиваются два Марселя. Один живет свою лучшую жизнь, ездит в Донсьер и гуляет тропками герцогини германской, а второй записывает его историю и сокрушается, что тот Марсель, Марсель из прошлого, не взялся за перо раньше и не стал раньше в прошлом Марселем из будущего. Вот же он прямо говорит нам об этом. Между этим моим приездом в Кумбре год я точно не помню и ревбельскими вечерами, которые я только что вновь увидел над занавесками, какая между ними огромная разница. Вживаясь в них, я приходил в восторг и восторг этот мог бы быть плодотворным, если бы никто не нарушил моего одиночества. Он отвел бы меня от окольного пути, которым я шел, бесполезно проводя время в течение нескольких лет и которым мне еще предстояло идти, пока во мне не проявилось до тех пор невидимое призвание. Историю Коева представляет собой настоящее произведение. То есть, фактически, Марсель из будущего прямо сообщает нам, что на данный момент, на момент третьего тома, писать ту книгу, которую мы теперь читаем, он еще не начал. И тот, кто ее пишет, укоряет его за это. Причем, делает это на наших глазах. Однако, я предлагаю сейчас прежде всего обратить внимание на то, как изменилась интонация, как проявилась в ней больше горечи. Если раньше рассказчик, комментируя самого себя прошлого, не пишущего, был менее эмоционален, возможно, иногда даже ироничен, то теперь кажется, что он искренне расстроен. Вместо того, чтобы воспользоваться приливом энергии, пишет он, употребить ее на расшифровку моих же собственных мыслей, обыкновенно от меня ускользавших. Вместо того, чтобы приняться наконец за работу, я разговаривал сам с собой, мыслил беспорядочно и неглубоко, предавался бесплодным размышлениям, сопровождавшимся повышенной жестикуляцией, и сочинял целый авантюрный роман, бездарный и неправдоподобный, в котором обнищавшая герцогиня взывала ко мне о помощи, мне же, наоборот, посчастливилось, и я стал богат и всемогущ. И чуть ниже снова та же проникновенная горечь и констатация такого болезненного для всякого пишущего человека положения, в котором все твои усилия заканчиваются чистым листом. Ах, если бы я мог по крайней мере начать писать, но в каких бы условиях я не приступал к работе, мои усилия неизменно увенчивала чистая страница девственной белизны, неизбежная, точно обязательная карта, которую ты роковым образом вытаскиваешь, как бы тщательно перед фокусом не была перетасована колода. Однако природа, как учил нас Аристотель, не терпит пустоты, и эту чистую, пустую страницу нужно было чем-то заполнять. Что ж, Марсель заполнял ее впечатлениями, прежде всего светскими, но также любовными и дружескими. К последним относится его уже упомянутая поездка в Донсьер, где служил в армии его друг Робер де Сенлу. Что от Донсьера сохраняется у читателя в памяти? Что Марсель выстраивает отношения с новой комнатой, как было это в Бальбеке? Что вдали от привычных условий своего дома его охватывает непонятные природы тревога? Что Сенлу видит эту тревогу и говорит о ней с Марселем, и диалоги эти, обратите внимание, выглядят несколько абсурдно и чем-то напоминают замок Франца Кавки? Что Марсель не без помощи друга завоевывает симпатии приятелей Сенлу? Что звонит бабушке, после чего покидает Донсьер? Но в этом калейдоскопе я попрошу вас запомнить один важный эпизод, связанный с центральным отоплением. Уже много позже, дома в Париже, в отсутствии родителей, осенью, на Марселя нападает сентиментальное настроение, и он целый день вспоминает поездку в Донсьер. В тот же день с утра затопили водяной колорифер, который гудел и кал и похрюкивал, и сами эти звуки не имели ничего общего с воспоминаниями о Донсьере. Но в тот день они как бы сочетались браком. И с тех пор, каждый раз, слегка отвыкнув от центрального отопления и услышав его опять, Марселю вспоминался Донсьер. Обратите здесь внимание на работу этого механизма нашей памяти. Это уже не эффект Мадленки, той самой, что ты размачивал в детстве в чае у тетушки Леони. Помните, там вкусовое ощущение в настоящем цеплялось за такое же ощущение в прошлом и запускало калейдоскоп воспоминаний. Здесь же воспоминания нахлынули сами собой, их вызвало что-то другое, просто они сопровождались шумом колорифера. Изначально никак с Донсьером не связанным, но теперь эта связь устанавливается. И шум колорифера становится для Марселя некой мета-мадленкой и вызывает воспоминания о воспоминаниях. Не просто о Донсьере, но об осеннем парижском дне, внутри которого ты воссоздавал в своей памяти Донсьер как картину в картине. Однако, нужно признать, не все впечатления Марселя, которые ему довелось пережить с тех пор, как мы его оставили, столь возвышены и прекрасны. И, пожалуй, главное его занятие это все-таки то, чем по Джойсу занималась всегда человеческая история, комическое повторение самого себя. Прежде всего, это отражается в эпизоде с прогулками герцогини германской. Помните, как Марсель несколько лет назад выслеживал в Булонском лесу госпожу Сван? Знал расписание ее прогулок и обязательно подстраивал все так, чтобы с ней столкнуться и ей поклониться. Что же, он берется теперь за старое и проделывает ровно то же самое с герцогиней германской. Он занимает наблюдательный пост на углу улицы, по которой обыкновенно идет герцогиня, и, когда время ее приближения уже подоспело, идет ей навстречу с рассеянным видом и, картинно поднимает на нее глаза, только поравнявшись. Ба, что за неожиданная встреча! Разумеется, эти маневры Марселя писаны белой нитью, и мать просит его перестать позориться перед всем домом и все время нарочно выходить навстречу герцогине. Некоторые, скажем так, странности в поведении рассказчика заметны не только нам и его маме. Наблюдая Марселя, не сдержанный на язык маркиз де Норпуа, которого в прошлый раз мы, как вы помните, сравнивали с толстовским Билибиным, ориентируясь прежде всего на формальное сходство, на что самые проницательные из наших зрителей заметили, что вернее было бы сравнивать его с Ипполитом Курагиным. Так вот, так или иначе, этот потомок толстовской прозы маркиз де Норпуа даже назовет рассказчика Марселя что любезно передаст ему госпожа Сван. В переводе Баевской эта не самая комплементарная характеристика превращается в листивый и истеричный юнец. В Любимовском в полуистеричного льстеца. Однако еще дальше идет в переводе на украинский Анатоль Перепаде. Напивистеричный Педлопало. Полуистеричный Подхалим. Но есть надежда, что будет полным на конец. Иными словами, ужимки и прыжки Марселя представляются верхом конспирации для него одного. Его ложь в такие моменты настолько бесхитростна, что большинство людей вокруг него мгновенно ее различают и он больше напоминает Фальстафа, чем Одиссея. Уморительно это выглядит в эпизоде Сен-Лу, который, как мы помним, родственник герцогини германской, а потому может поспособствовать приглашению Марселя к ней на ужин. Но Марсель, разумеется, не просит об этом прямо. Он пытается ненароком вести свою речь, но при этом за много километров, как с вершины Камбрейской церкви, прекрасно видно, куда он метит. «У меня к тебе есть вопрос в связи с разговором о той даме», начинает Марсель подводиться к герцогине германской. «Ты помнишь Эльстира, художника, с которым я познакомился в Бальбеке?» «Ну еще бы», отвечает Сен-Лу. «Помнишь, как я им восхищался?» продолжает Марсель. «Прекрасно помню», соглашается Сен-Лу. «Следовательно, тебе должна быть известна не самая важная дополнительная причина того, почему я ищу знакомство с этой дамой, наконец-то заканчивает свой фортель Марсель, на что Сен-Лу уже не выдерживает. Какое длинное предисловие». Впрочем, и о приеме у герцогини, и о том, как Марсель все-таки посмотрел в ее доме на картины Эльстира, и что из этого вышло, мы поговорим уже очень скоро, а пока вернемся к его нынешним достижениям. Последнее, и должно быть самое важное, что нужно упомянуть, говоря об опыте Марселя от Бальбека до письма, с которым мы его оставили, это новое вхождение в его жизнь Альбертины Симоне. Он убеждает нас, что не любит Альбертину. Его только тянет к ее телу. Обратите внимание, между прочим, как причудливо описывается перемена с ней произошедшая. Степень близости, которая возможна между ними, измеряется теперь Марселем по оборотам, которые Альбертина использует в речи. И когда она самодовольным тоном человека, к мнениям, которого прислушиваются, использует такие конструкции, как «amons sens» или «gestim», то Марсель делает из этого далеко идущие выводы. Это было уже что-то совершенно новое, явно наносное, наводившее на мысль, что в прежде неизвестных мне слоях души Альбертины образовались затейливые изгибы. И когда она произнесла «с моей точки зрения», я притянул ее к себе. А когда она произнесла «я полагаю», усадил к себе на кровать. Расчет Марселя, ищущего свою Еву, оказывается верным. В этот раз, в противоположность Бальбеку, Альбертина позволяет себя поцеловать. И не только. Но самое в этом эпизоде показательное, это, конечно, то, как после минут их близости удовлетворенный Марсель стремится избавиться от Альбертины как можно скорее, и даже не пытается быть вежливым. Альбертина лежит с ним рядом и рассказывает ему откровенные истории из своей жизни, делится чем-то очень личным, и даже говорит, обратим на это особое внимание, что считает, что она ничего не должна от него скрывать. А что в ответ делает Марсель? Я все напоминал ей, что пора идти. И в конце концов она ушла, но, сконфуженная моей невежливостью, для того, чтобы вывести меня из неловкого положения, она смеялась принужденным смехом, как смеется хозяйка дома, к которой выявились в пиджаке, и которая принимает вас, хотя это ее и коробит. Марсель провожает ее до двери и останавливается, а Альбертина уходит. Не будем играть в экибоки, мы уже в шестой лекции Пруст-проекта и на втором его году, давайте говорить прямо, Марсель воспользовался Альбертиной и выпроводил ее. Получив удовлетворение, близость, тело, он потерял к Альбертине всякий интерес. К сожалению, в этом возрасте такое нередко случается с молодыми людьми, но от такой возвышенной нервной натуры, как Марсель, согласитесь, особенно неприятно видеть такое поведение, так что, конечно, он заслуживает здесь осуждения и демонстрирует в очередной раз эгоизм и безразличие к чувствам окружающих, абсолютную сосредоточенность на себе и своих желаниях. Остается только надеяться, что этот юный незрелый герой вырастет в того героя, которым мы, как читатели, проводящие с ним столько времени, могли бы гордиться, ну или которого нам хотя бы не пришлось бы стыдиться. И что все получится, как в поучении Бергота, что это воплощение окажется только ступенькой к другим, более достойным воплощениям. Пока же до такого развития событий еще далеко и обладание Альбертиной, разумеется, делает само это обладание для Марселя совершенно безрадостным и даже отягощающим. Теперь его цель, его стремление, его порыв обладать госпожой Дестер-Марья, о которой пишет ему Сен-Лу. Марсель весь устремляется к этой встрече. Обязательно в Булонском лесу, на берегу озера, где на глади воды будет беззвучно проплывать лебедь, словно призрак истории любви Сванна и Одетты, встречавшихся здесь за много лет до того. Эти дни ожидания становятся нестерпимыми, и когда уже накануне грядущей встречи с госпожой Дестер-Марья к Марселю приходит Альбертина, он предлагает ей поехать с ним на остров в Булонском лесу и составить меню. Вы, конечно, помните, что за меню, правда? Альбертина по воле Марселя составляет меню для его ужина с будущей предполагаемой любовницей. Словом, когда всякая мера ожидания, предвкушения и грядущего обладания иссякает, когда все готово к этой встрече, когда ужин заказан, а черный галстук повязан, когда извозчик уже отправлен к госпоже Дестер-Марья, чтобы, как последний недостающий элемент этого сомнительного спектакля, доставить ее в объятия Марселя, наш герой вдруг понимает, что не хочет всего этого. Теперь, когда желанное стало доступным, более того, неизбежным. Вот сейчас зазвонит звонок, и госпожа Дестер-Марья появится на пороге. Да зачем? Марсель понимает, что на самом деле в этот вечер он хотел бы оказаться в Ривбеле, где провел столько приятных часов со своим другом Сен-Лу. И Марсель знать не хочет теперь никакой госпожи Дестер-Марья, он хочет провести этот вечер в поиске новых, желанных, таинственных, а главное, добавим мы, пока недоступных ривбельских женщин. В этот момент мы его и оставили. С письмом в руках, которое он не сразу распечатал, но, наконец, распечатав, прочитал. Я очень огорчена. Обстоятельства сложились так неблагоприятно, что я не смогу поужинать с вами в лесу на острове. А между тем, это было бы для меня праздником. Напишу вам подробное из Стер-Марья. Сожалею, кланяюсь. Карточка и конверт падают из рук, оглушенный ударом Марсель замирает. Он в отчаянии, он ошарашен. У него нет теперь ни малейшего желания ухаживать за рифбельскими женщинами. Еще четыре дня назад он, оказывается, поселился на этом острове, острове в Булонском лесу. Поселился там с госпожой Дестер-Марья и обещанным наслаждением. И теперь про это никакими силами нельзя было забыть. Отчаяние его еще увеличивалось от того, что по письму госпожи Дестер-Марья можно было предположить, что между тем, как Марсель с воскресенья жил только мечтою, а встреча, она, похоже, ни разу о нем не вспомнила. И вот наш герой идет по коридору. Это один из самых красивых образов всего романа и не слышит своих шагов. Даже паркет замолк перед лицом этой катастрофы. Марселю нечем дышать. Ему кажется, что его заточили, что он пленник. Но тут он понимает, это просто ковры. Так и наступление зимы и холодов узнаешь по молчанию паркета. Его покрывают ковры. И уже Франсуаза, это единственная оставшаяся в живых последовательница тети Леони, профессор французского языка, политолог и воспитатель в одном народном лице, говорит под ногу Марселю, смотрите, сударь, не упадите, ковры еще не прибиты. Зря я свет не зажгла, сектябрь кончается, прошли ясные денечки. Отчаяние Марселя, который А. Мечтал о свидании с госпожой Дестер Марья. Б. Когда все почти сложилось, мечтал о свободном вечере и В. Получив его, понял, что на самом деле мечтал о свидании. Словом, отчаяние этого мальчика, сидящего где-то на качелях в Комбре, объяснил Мамардашвили. Все персонажи романа, и в том числе Марсель, говорил он, влюбляются только в одной ситуации, когда тот или та, в кого они влюбляются, в силу случая или каприза или сознательного намерения ускользают. Когда ты, особенно не желая, даже назначаешь свидание и вдруг слышишь в ответ «Я не могу прийти, я занята», тогда у героев возникает любовь. То есть любовь рождается из разверзшейся бездны незнания и ускользания, незнания того, чем она занята, почему не может прийти, где же она будет? Вот тут герой Пруста сразу влюбляется смертельно. Он испытывает нежность лишь к тому, кто от него ускользает. Роман таким образом предлагает нам мир, в котором выстроена характерно прустовская бинарная оппозиция. Не желанная и нежеланная или доступная и недоступная, но желанная и доступная. Во вселенной Пруста они как черное и белое исключают друг друга. Желанное не может быть доступным. В тот миг, когда ты сжимаешь его в руке, оно перестает быть желанным. И наоборот, недоступное, пока оно недоступно, пробуждает желание, питает и провоцирует его. Получается, что герой находится в постоянном поиске ускользающего, того, что достаточно близко, чтобы захотеть, но вместе с тем достаточно далеко, чтобы не ухватить и не смочь удержать. Обратите внимание на такую деталь сцены с госпожой Дестер-Марья, любопытную прелиминарию, которую оставляет нам Марсель из будущего, тот, что пишет к нам сейчас. «Не ее я любил», говорит он о госпоже Дестер-Марья, «но мог бы полюбить и ее». И может быть отчасти потому таким мучительным для меня оказалось то большое чувство, которое скоро во мне родится, что я вспоминал этот вечер и убеждал себя, что если бы обстоятельства сложились тогда чуть-чуть не так, мое чувство устремилось бы к госпоже Дестер-Марья. Перенесенное на ту, что вызвало его во мне немного позже, оно, значит, не было, как бы мне не хотелось, как не сильна была у меня потребность в это верить совершенно необходимым и предопределенным. Значит, будет все-таки какое-то чувство, будет какая-то любовь, но вместо нее могло бы быть это чувство, эта любовь к госпоже Дестер-Марья. Мог быть один мир, но случился другой, тот, что случился. Тот, что Марселю, как автору, уже известен, но нам с вами, как читателям, еще только предстоит. Собственно, прежде чем на время с Марселем расстаться, я предлагаю задаться еще одним последним вопросом, а было ли в этих тисках между желанным, но ускользающим и доступным, но уже не нужным хоть что-то подлинное, что-то, на что можно было бы опереться, какая-то ценность, не зависящая от собственного мерцания, прочная и несомненная, которой испытываешь трепет, не только если она под зонтиком или за окном, но и когда стоишь с ней лицом к лицу. Вы удивитесь, но да, такая ценность Марселя в третьем томе появляется, в крошечном, но, как мне кажется, одном из ключевых эпизодов стороны Германта, моменте подлинности Марселя, которую ему еще только предстоит в себе открыть. Это происходит на вечере у Германтов, перед ужином. Он просит показать ему картины Эльстира. Первоначально в разговоре с Сен-Лу они были для него только предлогом, проводником в этот дом. Однако, оказываясь с ними наедине, Марсель преображается. Он вдруг не паясничает, не врет, не притворяется, не пытается подменить своих чувств и выдать желаемое за безразличное. Нет. Оставшись наедине с картинами Эльстира, я совершенно забыл об ужине. Опять, как в Бальбеке, передо мной были отдельные части мира неведомых красок, в котором отражалось особое видение, свойственное именно этому великому художнику, и о котором великий художник ничего не сумел бы рассказать. Висевшие на стене картины, написанные одинаково мастерски, были как бы светящимися проекциями волшебного фонаря, который представляла собой голова художника, и необычайность которого не открывалась вам до тех пор, пока вы знали художника только как человека. Иначе говоря, пока вы видели только фонарь, с лампой, но без цветных стеклышек. Наибольший интерес вызывали у меня как раз те картины, которые казались светским людям особенно странными, потому что они воссоздавали обман зрения, доказывающий, что мы не узнали бы предметов, если бы не прибегали к помощи умозаключений. Последующие несколько страниц это, рискну сказать я, одно из редких, искренних свиданий Марселя. Свидания с искусством. Свидания, с которого ты не хочешь убежать ни в Рифбель, ни на остров в Булонском лесу. Он вглядывается в картины Эльстира, начинает жить в мире его героев и красок, и во всем этом искренность и истинность, восприятие и чувств. Эльстир, если хотите, вызывает в героя наибольшего Марселя. Не того юного месье, который поджидает на углу герцогиню германскую, чтобы картинно перевести на нее глаза, а того Марселя, который много позже поселится в нем навсегда. Чтобы написать эту книгу. К ужину Марселя прождут три четверти часа. Этот высокий момент единения с искусством закончится. Он спустится на вечер к германтам, и там Пруст разыграет главную бинарную оппозицию третьего тома. Оппозицию полного и пустого. Шестая глава легендарного трактата Сунь Цзи «Искусство войны» называется «Полнота и пустота». Император Тай Цзун в вопросах и ответах говорил о ней так. Я читал все возможные сочинения по военному искусству и ни одно из них не выходит за пределы Сунь Цзы. Во всех же тринадцати главах Сунь Цзы ничто не выходит за пределы учения о полноте и пустоте. Если при ведении войны понимать значение полноты и пустоты, не победить нельзя. Весь долгожданный и такой желанный для Марселя вечер у германтов, кульминацию его движения в их сторону можно свести к этой бинарной оппозиции полного и пустого. Или, если быть более точным, к полноте имен, фамилии, титулов и названий и пустоте людей, что за ними стоят. В имени германт Марсель видит некое таинственное явление, гору Парнас и близкий ему ультрамарин. Оказываясь в театре, он наблюдает за движениями и нарядами принца Саксонского и герцога Германского. Вглядывается в ложу принцессы Германской так, словно это какой-то магический грот с картины Эльстира, населенный потусторонними существами. Строго говоря, они действительно обитают по ту сторону. По ту сторону воображаемой границы демаркационной линии, отделяющей Марселя от Сен-Жерменского предместия. Он чувствует, что даже половик дома германтов это уже Сен-Жерменское предместие, что расстелен он по ту сторону экватора, где обитают эти титаны. Вот величественный герцог германский, каждая часть тела которого как бы говорит о его несметных богатствах, словно чтобы сотворить этого человека, стоившего так дорого, его богатства были переплавлены в один человекообразный слиток. А вот очаровательный, урвавший себе в сонме этих полубогов, пожалуй, самое чарующее имя принц Агрегенский. Сочетание этих звуков всегда рисовалось Марселю в виде прозрачного стеклянного сосуда, в котором он созерцал освещенные на берегу фиолетового моря косыми лучами золотого солнца розовые кубы античного города. И не могло возникнуть сомнений, что принц Агрегенский случайно, на короткое время, проездом, оказавшийся в Париже, и есть светящийся сицилийским светом, покрытый достославным налетом старины, настоящий правитель этого города. А вот принцесса Пармская, одно имя, которое вмещало в себя и пылкого Фабрицио Дель Донго, и очаровательную Клелию, и графа Моско, и всех героев Стендаля. Сама же она должна была быть как минимум герцогиней Сен-Саверино, жить в самом красивом дворце Пармы, этого особенного места, этого короткого и притерного имени, пахнущего фиалками, душного, как площадь итальянского городка, летними вечерами. Вот, наконец, герцогиня Германская, чьи взгляды и улыбки Марсель столько раз ловил перед этим вечером, поджидая ее на прогулках, видя ее в ложе в театре, оказываясь под небесным ливнем ее улыбки, разглядывая ее карточку, поданную Сен-Лу. Герцогиня, похожая в темно-синей шапочке, в профильное египетское божество, носящее имя Ориана, как героиня Амадиса Гальского, остроумная и деликатная, увлеченная всем, что, парадоксально, пленяет Марселя. И здесь, на маргинале, я прошу вас заметить такую деталь. Марсель многократно обращает внимание на светлые мягкие волосы герцогини. Они то уложены в высокую прическу, то украшены простой эгреткой, то очаровательно оттеняют задумчивое выражение ее лица, то не спадают белокурыми завитками. Запомним эти волосы герцогини. Возможно, нам еще выдастся случай о них поговорить. Однако пока главное в ней, конечно, это имя. И то, как несет она его по стороне герман, так как бывает милостиво и обходительно, остроумно и очаровательно, и, решая, например, приблизить кого-нибудь к себе, не интересуется тем, какое положение занимает этот человек в свете, потому что положение в свете создает она. Иными словами, переступая через половик дома германтов, Марсель ожидает оказаться в удивительном, ни на что не похожем мире. Марсель как никогда далек от мысли, что гости этого вечера такие же люди, как все прочие. Он вступает в мир блестящих, наполненных до краев имен. Однако, делая этот шаг через половик, он проваливается в гулку и обезоруживающую пустоту содержания. Словно имена эти оказались не заповедным гротом и не пещерой с сокровищами Али-Бабы, а только водной гладью, пленкой, тонкой поволокой, декорацией, за которой пустой и пыльный помост. Эшафот Тщеславия. О действительной пустоте этих имен, об отсутствии содержания, стоящего за ними, писал Набоков. У призматических людей просто нет работы, говорил он, их работа развлекать писателя. Но пока писатель развлекается, его герой, подцепляя ногтем одно имя за другим, сталкивается с глубоким разочарованием. Принц Агрегенский, человек с именем, обладавшим способностью притягивать к себе все неопределенное поэтическое и заключать его в свои волшебные слоги, оказывается вульгарным вертопрахом, который, знакомясь с Марселем, с тяжеловесной развязностью делает пируэт, воображая, что это выглядит элегантно. В этом человеке нет ни капли очарования его имени, кажется, что он имеет со своим именем не больше общего, чем какая-нибудь принадлежащая ему картина. И Марсель делает неутешительный, горький вывод. Он был единственным в мире принцем Агрегенским и вместе с тем, пожалуй, меньше, чем кто-либо принцем Агрегенским. То же самое и с принцессой Пармской. Годами Марсель пропитывал ее имя запахом фиалок. Теперь же, увидев эту маленькую черноглазую женщину о величавой гордыне, ничем не отличавшуюся от прочих светских дам, ему приходится браться уже за другое дело. И при помощи новых химических реакций он начинает удалять из имени принцессы всю фиалковую эссенцию и весь стендалевский аромат, потому что стендалевского в ней так же мало, как, например, в Пармской улице Парижа, которая на соседние парижские улицы похожа куда больше, чем на Пармские и напоминает обитель Фабрицио Дель Донго не больше, чем зал ожидания на вокзале Сен-Лазар. И так происходит на этом вечере постоянно. Люди злословят, притворяются и гримасничают, наполняют пространство залы пустотой светской жизни и совсем не соответствуют полноте своих имен до такой степени, что в них уже и не вспомнишь их имена. А трагичнее всего для Марселя, что в этом ряду оказывается и герцог, и герцогиня германские. Герцог с домашними заготовками дурных каламбуров своей жены, которые, конечно, не утешение для французского человека, каламбуров, от которых герцог якобы не в восторге, но на самом деле внутри своей пустоты он преисполнен ликования, предоставляя герцогине возможность сделать острословный выстрел. И сама герцогиня, выполненная не в габелиэновых или витражных тонах, а самая обыкновенная, не способная понять, что Марсель искал в ней, обаяние имени германт, и что нашел. А нашел я в ней совсем немного черты германской провинциальности. И вот Марсель уже видит, как гости наперебой благодарят герцогиню за чудесный вечер. А значит, они не разочарованы и на других вечерах, когда-то столь желанных вечерах, где он не присутствовал, было все то же самое. И вот Марсель понимает, что за эти несколько часов он ничуть не изменился. И вот Марсель признается, что почти не слушал все имевшие там место беседы, поскольку они не давали пищи для того, пишет он, о чем я любил думать. Оцените здесь иронию Пруста. Он признается в этом нам с вами сразу после того, как на протяжении десятков страниц воспроизводил все то, что там говорилось, и хотя сам не слушал, но зато заставил очень внимательно выслушать нас. И вот уже половик дома германтов из барьера между двумя мирами, обыденным и волшебным, превращается в границу полного, увиденного извне, и пустого, проткнутого пальцем. Из дома германтов словно выпускают лишний воздух. Иначе, впрочем, и быть не могло. Пруст оставил нам подсказку, намек на то, что так и будет, еще один пример в копилку наших ковровых и ковриковых изысканий, которыми мы делились с вами еще в прошлом году. Помните, мать рассказчика, увидев однажды через затворенную дверь этот половик, половик на пороге дома германтов, осмелилась заметить, что он в весьма плачевном состоянии. Так ведь в итоге и оказалось. Дом германтов взвешен и найден очень легким. Однако, посмотрите, что проделывает Пруст. Ключевую сцену этого вечера он разыгрывает не в пышном обществе, не на вечере у герцогини германской, но в интерлюде, когда герцог и герцогиня собираются на костюмированный бал. Вспомним, что говорил о Прусте его польский переводчик Тадеуш Бой-Желенский. Человек в обществе у Пруста всегда комичен, трагичным он становится, когда остается наедине с собой. И на контрасте с пустыми и часто очень забавными диалогами на вечере у герцогини германской, поскольку там море юмора, выступает финальная сцена романа, где в узком кругу остаются Марсель, герцог, герцогиня и, конечно, Шарльс Ван. Вся эта сцена претендует на роль отдельного произведения искусства. В ней разыгрывается сразу несколько ключевых эпизодов, словно Пруст и подготавливал ее на протяжении всего третьего тома. Здесь и мелочность герцогини. Обратите внимание на крошечный отвратительный эпизод, в котором герцог отпускает лакея на целый вечер из дома, и тот, понимая, что наконец-то сможет побыть со своей невестой совершенно счастлив, но доброе сердце герцогини сжимается, когда она видит счастье, которым человек наслаждается без ее разрешения, и в злобе и зависти она настаивает на том, чтобы он остался дома, и не смел сделать оттуда ни шагу. И смехотворная мелочность самого герцога, который предвкушает наиприятнейший костюмированный бал нынче вечером. Ему уже приготовлен костюм Людовика XI, а герцогини Изабеллы Баварской. Но вот беда. Его двоюродный брат, милейший маркиз Амамьен Досмон, как ни кстати, при смерти. И герцог молится за его здоровье, в том смысле, чтобы братишка дотянул до завтра и не пришлось бы надевать траур, отменяя костюмированный бал. Более того, когда герцогу сообщают, что кончина господина маркиза близка, тот, с одной стороны, уморительно, но с другой, довольно стыдно, ибо неловко читать такие вещи, словно подглядывать в замочную скважину за человеком, который в пустой комнате кривляется перед зеркалом, бурно протестует. Пока человек жив, надежду терять нельзя. Через неделю он будет молодец-молодцом. Прекрасно при этом понимая, что милый Досмон через неделю будет лежать в земле. Более того, что, скорее всего, он не проживет и дня, но самое главное, что умрет вовремя, не испортив герцогу праздник. А даже если несколько поторопится, то нужно устроить так, чтобы известие о его смерти не дошло до герцогского дома раньше завтрашнего дня. И, конечно, венчает все это великолепие эпизод со Сваном, который появляется в доме герцогов. Марсель находит его сильно переменившимся. Но не столько даже дело Дрейфуса наложило на него свою печать, сколько болезнь. Сван уже, видимо, носит в себе смерть. Его болезнь серьезная, и при том она повторяет болезнь, унесшую жизнь его матери. Повторяет во всем, вплоть до возраста, в котором заболевание проявилось. Сван встречается в этой сцене с Марселем, и они вместе ждут герцогов. Что же, подождем и мы. А пока они спускаются, обратим внимание на такой эпизод. На поклон Марселя Сван отвечает очаровательной улыбкой и сердечным рукопожатием. «Это меня поразило», пишет Марсель. «Мы со Сваном так давно не видались, что сразу он мог бы меня и не узнать. Я выразил ему свое удивление. Он захохотал, но так, как будто он на меня слегка рассердился, потом еще раз пожал мне руку. Мысль, что он может меня не узнать, как бы свидетельствовала о моих подозрениях, не выжил ли он из ума и не был ли он всегда ко мне равнодушен. И дальше Марсель добавляет. А между тем, мои подозрения были основательны. Впоследствии я выяснил, что он узнал меня, только когда меня назвали по имени. Но после того, как герцог обратился ко мне, ни в выражении лица Свана, ни в выборе слов, ни в теме разговора, ни в чем не проскользнуло, что это для него неожиданность. До того искусно и до того уверенно играл он роль светского человека. Любопытный эпизод, но меня в нем занимает не столько рассеянность Свана, сколько кое-что другое. А откуда берется вот это впоследствии я выяснил? Насколько мы можем ему доверять? Как это вообще можно было впоследствии выяснить, если не узнав от самого Свана? Либо же Марсель предлагает нам поверить, что Сван с кем-то поделился такой увлекательной историей, как он однажды не узнал Марселя, а этот кто-то пересказал ее потом Марселю? Честно говоря, возможная, но не очень правдоподобная версия. А что если Марсель все-таки нашел некий дневник Свана, который позволил ему написать любовь Свана? И в этом же дневнике Марсель прочел о том, что Сван не узнал его при этой встрече. Вопросов пока куда больше, чем ответов, но как бы то ни было, давайте обращать внимание на эти прустовские «впоследствии я выяснил» и не только обращать внимание, но и иногда ставить их под сомнение. Мы, конечно, помним, что Марсель невероятный Шерлок Холмс, но всему в этом мире, как многократно повторяет в повести о Гензи Мурасаки Сикибу, положен предел. Однако, вот и герцоги. Наконец-то они показались, и мы можем окунуться в заключительную, гениальную сцену между Сваном и герцогиней с участием герцога в роли второго плана и Марселя в роли наблюдателя. «Почему же вы не поедете в Италию?» Светский спрашивает у Свана герцогиня. А он, ибо между ними и вправду, помимо строго светского, существовало и нечто человеческое, близкое, откровенное, отвечает ей честно. «Потому, дорогой друг, что через несколько месяцев меня уже не будет в живых?» В конце прошлого года я советовался с врачами и они мне прямо сказали, что моя болезнь, от которой я могу умереть в любую минуту, даст мне прожить в лучшем случае месяца три-четыре, но никак не больше. И Сван улыбается, хотя перед Сваном захлопывается дверь его жизни. А Лакей в это же время распахивает перед герцогиней другую, стеклянную, входную, дверь. И заданная программа ее светской жизни, и фирменных фразочек, жизни, где все помещено в иронические кавычки, где нужно непременно показать себя, где Маркиз Досмон через неделю будет молодец молодцом, словом, эта программа ломается. Впервые приходилось герцогине исполнять одновременно две совершенно разные обязанности, садиться в карету, чтобы ехать на званный обед и выражать сочувствие умирающему. И она не находила в кодексе светской морали такой статьи, которая указывала бы, как ей надлежит поступить. Вот почему она, не зная, какая обязанность важнее, решила для того, чтобы исполнить первую, гораздо менее тяжелую, сделать вид, будто она не допускает горестные мысли. Она рассудила, что в данном случае наилучший способ разрешения конфликта это его отрицание. Вы шутите, сказала герцогиня Свану. Видите, в этой точке она пытается отрицать его болезнь и приближающуюся смерть, причем делает это со Сваном, своим другом, примерно так же, как герцог проделывал это только что со своим не вовремя умирающим двоюродным братом. Но Сван не настроен шутить. Не знаю, зачем я вам об этом сказал, я никому не говорил о своей болезни. Но ведь вы стали меня расспрашивать, да и потом я могу умереть в любой день. И тут у Пруста стоит многоточие. Многоточие очевидно заполненное. И потом я ведь люблю вас, герцогиня, и из всего этого пустого светского общества всегда испытывал к вам особенно теплые, наполненные чувства, не знаю даже почему. Но вслух всего этого Сван не говорит, а сам, будучи частью этого светского общества, где правила хорошего тона между полным и пустым указывают нам всегда делать выбор без колебаний, говорит, однако я вас задерживаю, вы опоздаете на обед. ибо сван прекрасно знаком с тем, как устроена сторона германтов знает, что когда речь идет о светских приличиях, смерть друга отступает на второй план. Но вежливость герцогини, пишет Пруст, хотя и невнятно подсказала ей, что для свана обед, на который она собиралась ехать, не так важен, как его смерть. И обратите внимание на следующую строчку. В ней движение ее тела, идущего к карете, противонаправлено движению сердца, идущего в сторону свана. А, да что там обед, какое это имеет значение, восклицает герцогиня. Но тут на помощь суетится герцог. И светская окончательно поглощает прочее в знаменитой сцене с ботинками герцогини германской. Герцог замечает, что на ней красное платье и черные туфли. И пораженный этой трагедией, этим нарушением естества требует срочно сменить эти туфли на красные. Что же до болезни свана, то ему, как выставленному за кулисы этой пустой светской сцены актеру, отыгравшему свою роль, герцог германский выкрикивает на прощание самое верное свое пророчество смерти. Вы здоровы, как бык! Вы еще всех нас переживет. в известном смысле это ведь так и есть. Шарльз Сван всех нас переживет. Это была шестая лекция Пруст-проекта, посвященная стороне германтов, третьему тому романа Марселя Пруста в поисках утраченного времени. В следующий раз мы встретимся с вами через несколько месяцев, скорее всего, в конце весны или в начале лета и поговорим о четвертом томе под грозным именем Содом и Гаморра. Вы могли заметить, что мы почти ничего не сказали сегодня про барона де Шарлюса. Что же, в следующий раз мы это исправим. Более того, надеюсь, что у нас останутся слова на что-то помимо барона. Ведь для многих именно четвертый том, том имени де Шарлюса, событие, которого начинаются всего через несколько часов после окончания тома третьего, стал в свое время скандалом, вызовом, потрясением. Марсель Пруст этого боялся. Его друг Леон Пьер Квин позже вспоминал. «Пусть я редко выбираюсь из постели», говорил ему Пруст, «но меня все равно всюду приглашают. Вот, откройте этот ящик. Там приглашение от герцогини Ка, который я почти не знаю. Показываю вам его по секрету». Но скоро меня уже никто не пригласит к себе. Наоборот, везде я буду выставлен за дверь. Когда появится господин де Шарлюз, все отвернутся от меня. Но мы же с вами точно не отвернемся. меня зовут Армен Захариан, это литературный канал Армена Федор и Пруст Проект. До следующей встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова